Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин 61100 долларов. На графике формируется бычий флаг. На часовом таймфрейме, а это было дно на биткоине, 49000, и затем формируется бычий флаг. Видите, вот такая форма. Разберем еще подробнее, когда будем делать их анализ. Капитализация рынка 2,2 триллиона долларов. Индекс страха и жадности 40. До сих пор в страхе. Может быть, народ переживает за то, что опять какие-то негативные новости выйдут и обрушится рынок, как было на прошлой неделе. Я, честно говоря, так не думаю. В этом видео мы посмотрим на графики по биткоину. Также покажу свой торговый аккаунт на 600 тысяч долларов. И 15 или 20 тысяч долларов прибыли у меня по сделке на биткоине. Пройдемся по эфиру, а также почитаем комментарии. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. А на рынке сейчас особо так движения нет. По дню. Покет плюс 16%. Бенби плюс 3%. Интересно, что-то все-таки растет. Что это за памп на Покете? Что там случилось? Покет опускался на 3 цента. Ну и теперь показал плюс 16% роста. Но давайте откроем биткоин. 60 тысяч 829 долларов. Открываем график. И начинаем, как обычно, с недельного таймфрейма, чтобы увидеть картину целиком. Биткоин формирует огромную чашку с ручкой. А что такое чашка с ручкой? Объясняю. А подробно объясняю на своих курсах по криптотрейдингу. Это чашка и ручка. И выходим в итоге вверх. Проходим расстояние, которое можно измерить по основанию. Биткоин формирует эту огромную чашку с ручкой. И опять же, расстояние можем измерить по основанию. Вот оно, расстояние. Значит, мы говорим о том, что биткоин может продвинуться. Подняться на 115 тысяч долларов. Если, конечно, ниже уже не пойдет биткоин. Если это был минимум. Отсюда будем считать. То цель тогда получается 106 долларов. Выйдет биткоин вверх по этому паттерну. Один день остается до завершения недели. И посмотрите, какие торговые объемы. Это, наверное, будут самые крупные торговые объемы на биткоине. А нет, смотрите. Тут раньше тоже были еще высокие объемы. Еще больше торговые объемы были. Такие объемы мы видели на крахе FTX. Так что можно сказать, на четвертом месте по объемам. Стохастик направлен вверх. Также на графике свеча молот. Криптогру бот держит сигнал на покупку, который он дал еще в феврале прошлого года. Этого бота вы можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Биткоин индикатор бот дал сигнал на продажу. В покупку еще не перевернулся. Но этих ботов нужно использовать в комбинации вместе с другими индикаторами. На дневном стохастик направлен вверх. Какие-то, может быть, паттерны. Давайте уберем коррекцию ABC. Два раза мы считали волны эллиота. Кстати говоря, за последние два года в этих видосах здесь были первые волны эллиота. Отсюда мы считали вторые волны эллиота. А теперь мы начали третьи волны эллиота. И я вижу на графике большой бычий флаг, который я там по телевизору показывал. Это был бычий флаг такой. И вверх из него выходим. И цель будет 105 тысяч долларов. А, нет, это, наверное, же для чашки с ручкой цель. Давайте тогда для бычьего флага. Вот так измерим. Ну, хотя тут, конечно, такое. Может быть, вот так, по основанию. Ну, вот типа такого давайте. Если вы не понимаете, о чем я тут рассказываю, то пройдите мои курсы по криптотрейдингу. Или просто можете погуглить все эти паттерны. 105 долларов. Тоже совпадает. Вау. Прикольно. И там, и там. 105 тысяч долларов. Ну, хорошо. А где зайти в биткоин? На уровне поддержки. Можно попробовать. От недельной поддержки можно заходить. Это даже годовая поддержка. То есть поддержка сильная. Я бы заходил от этого уровня. И цель мы тянем на 105 тысяч долларов. Вот такую сделку можно было бы открыть. Неплохая сделочка. Цена входа 58.48. Стоп лосс на 56.847. Риск 1200 долларов. Заработать можно 47 тысяч. Это в расчете на один биткоин без плеча. Еще раз. Риск 1200 долларов. Заработать можно 47 тысяч долларов. Это если торговать без плеча. С десятом плечом заработаете 470 тысяч долларов. Цена входа 58 тысяч. И пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 60 тысяч долларов. Два. Проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь теханализу. И затем присоединяйтесь к моему телеграмму. На моем торговом аккаунте Bybit. 600 тысяч 900 долларов. В начале недели было 530 тысяч. Поднимался на 612. С 530 до 612. Это получается плюс 82 тысячи. И теперь 600 тысяч долларов. То есть будем говорить плюс 70 тысяч за неделю. Просто тяну время, жду. Пока дойдет до 601 тысячи. 60 959. Сделочка по биткоину в плюсе на 17 500 долларов. Размер позиции 316 тысяч. Ставка финансирования почти негативная. И мои покупочки на биткоине, они просто идеальные. Я продал по 66 и откупил биткоин на дне. Прекрасно. На балансе я держу. Uniswap на 11%. USDT 27%. Bitcoin 29%. MCRT 13%. Dogecoin 8%. Worldcoin 4%. Ethereum 3.7%. И теперь давайте сделаем теханализ эфира. Короче, по биткоину там что было. Там торговая идея зайти на 58 тысяч. Да, я вообще бы не покупал, если не на уровне поддержки. Потому что легко может пролиться. Выйдут какие-то новости негативные. И посыпется все. Поэтому лучше, чтобы... Не-а-а-а. Типа безопасно торговать. Но также надо помнить, что биткоин в импульсе. Это самый большой импульс волна Хэллиота. Посмотрим, насколько высоко зайдет биткоин. Давайте еще на 4-х часовом сверимся. Стохастик направлен вниз. Объемы чуток уменьшились. Но я четко вижу бычий флаг. Поэтому, если хотите такую рискованную сделку, то можно попытаться поймать биткоин в этом бычьем флаге. Но с плотненьким стоп-лоссом. Очень такой плотный ставим. Либо сработает торговая идея, либо не сработает. И цель по этой сделке будет поскромнее. Это бычий флаг. Давайте на часовой опустимся. Там посмотрим. Это такой небольшой бычий флаг. Флагшток, полотно флага. И теперь нужно измерить по основанию, чтобы мы понимали, где тейк профит, где фиксировать прибыль. Небольшой такой бычий флажочек на биткоине. Цель получается 66500 долларов. С плотным стоп-лоссом, не забывайте. Соотношение 37. Риск 203 доллара. Заработать можно 6200. Это в расчете на один биткоин без плеча. С 10-м плечом заработаете 62000 долларов. Цена входа 60273 доллара. И более безопасный вариант. Зайти на 58. Первая более рискованный вариант. Вторая более безопасный. Но тут по соотношению риск-прибыль примерно одинаково. Это мой баланс. Это моя сделка. И теперь давайте почитаем комментарии. А потом уже пройдемся по эфиру. Тут про какие-то киберополисы. Но это явно, что скам. Сайберополис. Сайберополис. Не реагируйте на такие комментарии. Не переходите ни по каким ссылкам. Это спам. Видите, засыпали просто сайберополисом. Ничего там не покупайте. Не переходите ни по каким ссылкам. Это скам. По-любому. Так что будьте аккуратны. Это все нужно удалять. Понятно, что это скамеры. Так что не реагируйте на такие комментарии. Все подобные комменты, это фейки. Нихера себе, сколько спама. Нужно попросить свою команду, чтобы почистили это все. Кто выиграл конкурс на 500 долларов? Там два победителя было. Каждый из них получил по 500 долларов. Можете посмотреть это в видео, где я определял победителей. И они получили каждый по 500. Привет, Джеймс. Спасибо тебе за полезную информацию, которую ты даешь каждый день. Сделай, пожалуйста, теханализ о Ави. Я купил по 103.50, а она теперь идет вниз. Многие альткоины падают и возвращаются к тем позициям, на которых они были до начала бычки. Поэтому будьте осторожны. Если в проекте нет никаких новостей, обновлений, и вот про Ави что-то давно ничего не слышал. Если они не выпускают реальных продуктов, я давайте повторю это четко еще раз, потому что это очень важно. Это был ран биткоин ETF. Биткоин растет, потому что биткоины ETF запущены. Не потому что это сезон альткоинов. У меня есть теория халвинга, о которой я уже говорил. Что после халвинга рынок растет 560 дней. Нет гарантии, что в этот раз тоже так произойдет, но так было раньше. После прошлых халвингов. 560 дней до вершины бычьего рынка. После халвинга. Вот тогда будет настоящий альтсезон. Имейте это в виду. Спасибо за отличную мотивацию. Пожалуйста, сделайте ханализ ДОТ. Ну хорошо, давайте посмотрим на ДОТ, и тогда уже на Ави. Тут я вижу бычий флаг сходу. Но давайте сначала на месячный. Массивный уровень поддержки находится вот здесь, четко. Если хотите ДОТ, то берите по 350. Поднимался на 12 долларов. Ну в общем, 350 это зона поддержки. Если вы тоже хотите, чтобы я какую-то монету проанализировал, то пишите в комментариях. На ДОТ там бычий флаг, как я уже сказал. Но опять же, если будет распродажа на биткоине, то посыпется и рынок альткоинов. Тогда уже можно подбирать ниже. Давно я не открывал Ави. Да, смотрите. Ни хрена себе. Вот как раз опускался на мои уровни поддержки. Так что я снова все предсказал. А что насчет креста смерти на биткоине? Биткоин будет расти, на мой взгляд. Потому что на биткоин ETF идут покупки. Почему ты именно так рисуешь волны Эллиота? Разве не должна вторая волна корректироваться по сетке Фибоначчи на 50,61,8? И вторая волна не должна уходить ниже начала первой волны? Ну давайте я объясню. Я думаю, что насчет того, что ушло ниже, вы имеете в виду то, что случилось на прошлой неделе, когда биткоин провалился на 49. Но это была целенаправленная атака на биткоин. Я думаю, что именно это вы имеете в виду. Об этом задаете вопрос. Что эта коррекционная волна не должна была уходить ниже первой. Это правильно. Но дело в том, что я расцениваю это как манипуляцию, когда биткоин опустили на 49 тысяч. Они ждали, пока там закроется на выходных биткоин ETF. Столько выпустили негативного фона и провалили биткоин на 49. Но в обычной ситуации я думаю, что эта коррекционная волна становилась бы выше. Но они использовали этот страх, эту панику и то, что ETF не торгуются. И провалили биткоин на 49. Поэтому я считаю, что это была все-таки коррекционная волна. И теперь биткоин в новом импульсе. Но вопрос хороший. Спасибо. Ну, кстати, если хотите изучить все это подробнее, то проходите мои курсы по криптотрейдингу. Спасибо Джеймса за теханализ Сэндбокс. Почему Байбит недоступен для американцев? Потому что там очень строгие правила. Очень строгая регуляция. Но там есть Коинбейс. Спасибо за отличное видео. Пожалуйста. Доброе утро. Ну и всякое такое. И не забывайте присоединяться к моему телеграмму. И подписаться на мой твиттер. 86 200 фолловеров. Это мое вчерашнее видео. Тут тоже кто-то увидел огромную чашку с ручкой. Самую большую в истории. Обязательно следите за проектом Magicraft. Они там создают гениальные продукты. Там команда вообще работает круглые сутки. Просыпаюсь в 5 утра, смотрю, они что-то там переписываются в чатах. Разработчики. Вот то, что я имею в виду, кстати. Команда в проекте должна быть активной. Выпускать обновления, новые продукты. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Все, что я говорю, это не финансовые советы. Я ранний инвестор во многих проектах. Вы должны проводить свои исследования и принимать свои решения. Крипто трейдинг – это очень рискованное дело. Если вы никогда не инвестировали, не торговали на других рынках, то вам нужно сначала научиться. Если вы хотите с чего-то начать, то инвестируйте в активы, которые в перепроданности. Купите их, продайте, когда они подорожают. Вот, например, как я торгую Теслой. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра.